День веков хронограф Проведем мы Я, Юрий Смирнов И я, Юлия Анна Шахова 2 ноября 1815 года в Линкольне Родился Джордж Буль Английский математик и логик Благодаря своим способностям Буль, не имея специального математического образования В 1849 году Стал профессором математики В Куинс колледже в Корке, Ирландия Там он преподавал до конца жизни Буля почти одинаково интересовали Логика, математический анализ Теория вероятности А также этика спинозы И философские труды Цицерона и Аристотеля В главных работах своей жизни Буль заложил основы математической логики Имя ученого получили Так называемые булевые алгебры Особые алгебраические системы 2 ноября в 1843 году В Вильно в небогатой семье владельца Харчевни Родился Марк Матвеевич Антокольский Российский скульптор Он учился в Петербургской академии художеств У Пименова Жил в Петербурге А с 1871 в Италии В 1877 году переехал в Париж Скульптор умел передавать в своих работах Глубокую историческую и психологическую достоверность В основном он занимался созданием образов Русских исторических деятелей Среди которых Иван Грозный Петр Первый И другие Антокольский был крупнейшим мастером Русской скульптурной школы Второй половины 19 века Его ранние работы небольшие горельефы Выполнены из дерева или из кости С теплым юмором Они воплощают характерные типажи еврейского провинциального быта Это произведения портной и скупой Сейчас они находятся в Русском музее Со временем главной темой его творчества Стала русская история И ее крупнейшие личности Среди которых наибольшей известностью пользуются Созданные им образы Ивана Грозного Погруженного в тяжкое раздумие Выполненные в бронзовом и мраморном варианте В своих работах Антокольский исследовал типичные для европейской скульптуры Того времени тенденции К максимально живой форме Таковы его работы Христос перед судом народа Смерть Сократа Спиноза, Мефистофель И христианская мученица Эти работы скульптор выполнил в белом мраморе А в поздний период Антокольский обратился к мотивам русской истории Создавая такие эпические композиции Как горельеф Ярослав Мудрый Нестор Летописец Ермак Также Антокольский является автором ряда надгробий Среди которых надгробие Аболенское и Дмитриево в Москве А также портретных бюстов В том числе критика Стасова С которым архитекторы связывали долголетняя дружба и переписка 2 ноября в 1902 году в Смоленске родился Михаил Михайлович Яншин Знаменитый актер и режиссер В 1922 он поступил в школу второй студии МХАТа А в 1924 вместе с основным составом студии был принят МХАТ Его триумфом стал спектакль Дни турбинных Булгакова Где он сыграл Лариосика А среди его лучших ролей я хотел бы назвать такие как Доктор Гаспар из Трех Толстяков Сэр Питер Дизн из Школы Злослой А также роль Градобоева из Горячего Сердца Маргаритова из Поздней Любви И Мамаева из произведений На всякого мудреца довольно простоты Оставаясь актером в 1934 году Яншин возглавил Московский театр лесной промышленности А в 1950 стал главным режиссером Московского драматического театра имени Станиславского Он снялся в таких фильмах как Свадьба, Шведская спичка, Двенадцатая ночь Яншин был достоин звания народного артиста СССР и государственной премии Советского Союза Я как-то раз напился И в грязной яме очутился А сам ступел Сертоний! Сертоний! Не надо! 2 ноября в 1906 году в Милане в аристократической семье родился Лукино Висконти Итальянский режиссер театра и киносценарист Работать в кино Висконти начал в 1936 году Кстати, он входил в группу антифашистски настроенных молодых кинокритиков И выступал в киножурналах антифашистской направленности А в годы Второй мировой войны он участвовал в движении сопротивления Его первая режиссерская работа – фильм «Одержимость», снятый в 1942 году По мотивам романа американского писателя Кейна Среди наиболее его известных фильмов «Почтальон всегда звонит дважды», «Земля дрожит», «Самое красивое», «Чувство», «Рокко и его братья», «Леопард», «Проклятые» С 1945 года Висконти стал работать уже как театральный режиссер Поставил такие спектакли, как «Смерть Камива и Жора», «Вид с моста», «Три сестры» и «Дядя Ваня» А еще поставил оперы «Травиата» и «Трубадур» Верди Ряд фильмов Висконти получил премии международных кинофестивалей Сегодня 2 ноября вы смотрите программу «День веков. Хронограф» И в завершении нашей программы мы расскажем вам о том, какой была погода в этот день в разные годы И, конечно же, о народных приметах 2 ноября в 1652 году в земле, расположенной между Сербией и Царьградом, Греция, выпал крупный град Как сообщают ведомости, град велик добрый Всякое было оградено весом полчетверти фунта Грановит, а не кругл Пострадали люди и небольшие строения В этот же день, в 1920 году, в Москве зарегистрирована самая низкая температура воздуха Наблюдавшаяся в этот день за весь период инструментальных наблюдений Она составила 23 градуса Самая высокая температура этого дня в Москве зарегистрирована в 1942 году Она составила плюс 12 градусов с половиной 2 ноября в 1946 сильное землетрясение в северной части Чаткальского хребта Повредило сотни зданий в Ташкенте и других близлежащих городах В этот день Православная Церковь почитает православного мученика Артемия Одного из выдающихся военачальников правления равноапостольного царя Константина Великого У православных сегодня день особого упоминовения усопших Русская Православная Церковь вспоминает всех воинов, погибших за веру и Отечество на поле брани, а также всех умерших скоропостижной смертью А в народе этот день называли поповской работой, так как священникам приходилось служить много панихит на могилах А православному полагалось отправиться в храм и почтить память своих умерших родных и друзей В народе говорили, тяжела земля, а как обольешь ее певцом да венцом, все полегчает С веселыми поминками и покойничком веселее В день свят Артемьев и воробей под кустом пива варит Крестьяне считали Артемия защитником от грыжи до отеков внутренностей А по поверью считалось, что на защиту рожденного в этот день встает мать зверей волчица И близок этот человек по духу лесу зверям птицам Волчий корень ему покорен Волчий лыка его улыбка Мать и зверям волчица его заступница А родившимся в этот день следует носить жемчуг С вами была программа День веков хронограф и мы ее ведущие Я Юлиана Шахова И я Юрий Смирнов Всего вам доброго Субтитры создавал DimaTorzok